Диагноз здоров. Такой вывод сделал сегодня в Высокогорском районе после осмотра местной ЦРБ Эльдар Халиков. Он приехал на отчетную сессию, а во второй половине дня премьер-министр побывал в Роднослободском районе. Хронология в следующем сюжете. Оздоровление пришло в Высокогорскую районную больницу в прошлом году, когда завершили капремонт и пригласили врачей из столицы. Потому премьер-министр Эльдар Халиков во время визита и называет эту ЦРБ одной из лучших в республике, равно как и современную пожарную станцию. А поездка в район началась с открытия всероссийских соревнований по борьбе на поясах. Упорства не хватает сельчанам. Семейных ферм на всю округу чуть больше десятка. В остальном Высокогорский район лидерах. Доходы предприятий растут. Вскоре ожидается открытие ледового спорткомплекса. Два дома построят для ветеранов Великой Отечественной. Впервые почти за два десятка лет Татарстан завершил 11-й год с показателем, когда рождаемость превышает смертность. В конечном итоге наша работа, она ориентирована именно на качество жизни. Во второй половине дня премьер-министра встречали в Рыбно-Слободском районе лидеры по часу предпринимателей. Один из них Данил Габдриев. Он основал молочную ферму на заброшенной стройке. С поголовьем в две сотни справляются четыре человека, остальное дело техники. Премьер посетил два дома. В одном уже справили новоселье. Второй планирует сдать в мае. Он для ветеранов войны. Разговор о строительстве продолжился на заседании местного совета. План по возведению домов в районе перевыполнили. Необходимо поработать и над повышением средней зарплаты. Хочется, чтобы заработная плата была выше в Рыбно-Слободском районе. Но только за счет сельского хозяйства, только за счет сельхозпредприятий, конечно, этого не сделаешь. Есть и во всем мире балансы между различными отраслями. Поэтому никому не нужно искать, нужно развивать. Выступления депутатов блистали с завидными показателями. Но отчет о развитии Рыбно-Слободского района еще предстоит довести до совершенства. Показатели ЕГЭ оставляют желать лучшего. К тому же, когда по Татарстану повышается рождаемость, похвастаться высоким показателем здесь не могут. Поработать над этим активнее в 2012-м призвал премьер-министр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова